На очередном заседании районной думы депутаты обсудили проблему перебоев в энергоснабжении населенных пунктов Хасанского района. Подробности далее. Обеспечение качественного и надежного электроснабжения жителей Хасанского района – вопрос очень острый. В последнее время участились случаи отключения света практически во всех селах и поселках. Именно поэтому народные избранники на очередном заседании, которое состоялось в конце декабря, инициировали встречу с руководителями энергоснабжающих организаций района. Сегодня на нашем заседании думы мы рассмотрели вопрос ряда депутатов о том, что волнует наших жителей, а это о систематическом подключении в отдельных населенных пунктах. И было приятно, что руководители организации Хасан Коммунэнерго, ДРСК, они личным присутствием смогли ответить на ряд вопросов. Первым рассказал о проделанной за год работе директор ДВРСК Денис Кобылкин. Претензий к этой кампании у депутатов не было. Энергосбережающая организация работает на опережение, и все возникающие аварийные ситуации решает достаточно оперативно. А вот к южным сетям ДРСК вопросов было много. Так депутат Владимир Остапченко, представляя интересы своих избирателей, задал вопрос о некачественном энергоснабжении села Цуканово. Вопрос, который я сегодня задал, он не решается уже практически 12 лет. Это энергоснабжение поселка Цуканово, Краскинского городского поселения. Дело в том, что линии электропередач, которые подходят к поселку от 11 филера, изношены практически на 90%. Также на территории самого села находятся 5 трансформаторных подстанций, которые установлены в начале, в конце 80-70-х годов. Маломощные, не рассчитаны на сегодняшнее потребление электроэнергии домовладельцев. Пояснение по этому поводу дал начальник южных электрических сетей приморского филиала ДРСК Виктор Гергесов. По Цуканово, ДРСК отсюда на программу мероприятия и конструкции электроэнергии, рассчитанное с 21 по 25 год. В 21 году туда попал Цуканово. Я уже подписал, да, арты по сдаче линии 0,4 кВт, протяженностью 1,4 км. Депутаты обратили внимание на еще одну волнующую жителей проблему – низкое напряжение электрической сети, особенно в зимнее время. Что касается качества электроэнергии, низкое напряжение. Сети решили на электроэнергии. Потребление электроэнергии резко возросло. Представителям энергоснабжающих компаний был задан и наболевший вопрос всех жителей – почему в районе регулярно отключают электричество. Как рассказал Виктор Гергесов, работы по ремонту и реконструкции сети не прекращаются. И даже в зимнее время рабочие продолжают приводить в порядок энергохозяйство Хасанского района. Все мы прекрасно понимаем, что есть понятие опасности электрического компания, есть охрана обладательных безопасностей, есть технологии выполнения работы. Поэтому эти работы будут проводиться только с отключением. Вопросы еще остались. Их депутаты будут решать в частном порядке или же синицируют новую встречу уже с представителями краевых электрических сетей. Отметим, что взаимодействие депутатского корпуса с руководителями различных сфер жизнедеятельности района приносит свои результаты и способствует решению злободневных и проблемных вопросов жителей всех сел и поселков района. Дома Хасанского муниципального района достаточно серьезно отработала в этом году. Приняли все изменения в бюджет. Помимо всего этого, в течение года было много у нас встреч с организациями, которые занимаются жизнеобеспечением района. Это мы встречались и с дорожниками, встречались и непосредственно с энергетиками. Но еще помню всего этого, в течение этого года было сделано немало депутатских запросов по проблемам района. Были сделаны депутатские запросы и главе района, и губернатора Приморского края. И я хочу сказать, что многие вопросы были решены. Продолжение следует...